Когда мы читаем в Писаниях о процессе посвящения себе, о процессе самопредания, описывается, как то, что Господь принимает человека как равного. Человек, который прошел через посвящение духовному учителю, Он принимает его как равного самому себе. Что это означает? Означает это, что после того, как я получил посвящение, стал равен Богу. Имеет несколько другой, очень глубокий смысл. Когда мы получаем посвящение от Гуру, и когда Гуру сажает в наше сердце Бакхилата Бижу, всеми любви к Богу, вместе с этим Он дает силу, силу это семя вырастить, это сила веры, которая исходит от Гуру. И благодаря этой силе веры, если она будет подпитываться, это сила веры, благодаря этому, это семя любви к Богу, оно будет расти в сердце. Для этого нужно постоянно находиться в обществе преданных, и совершать практику Бакхти, которая начинается со Шраваном и Киртаном. И в ходе этой практики, Джива видит, что не только Бакхти растет в ее сердце, но также Сарники растут в ее сердце. Поэтому вопрос был, почему Кришна показывает нам эти анардхи? Он показывает эти анардхи Дживи, которые в ответ на ее желание прийти к нему. Поэтому чем сильнее это желание прийти, тем острее и тем отчетливее мы видим достатки несовершенства. Именно поэтому мы видим в молитвах наших ачарьев настроение крайное к самоотрицанию и самоунчижению. Можно подумать, Шилабахтем Токур поет, что он самый падший от грешников, что он пал ниже, чем Джага Матхай, что у него в сердце полно зависти, сомнений, похоти. Мы можем подумать, неужели если он говорит о себе так, то каково наше положение, на что нам можно надеяться. И Шилабахтем Токур, его чувства на самом деле не равны нашим. Когда он говорит это все в Шар-нагате, его чувства не равны нашим, потому что он находится в определенном экстазе. И в этом экстазе он принимает настроение падшей души. И он, будучи сам чистой душой, величайшим мощным, чистой душой, величайшим святым, и вообще освобожденным душой, у которого нет ни малейшей примеси, мирских желаний. Но он в этом настроении, такого самоунчижения и самоотрицания, он поет эти песни от имени падшей души. Поэтому мы можем сказать, что Господь показывает нам наши недостатки благодаря призме, определенной призме, которая происходит через Гуру Парамфору. В процессе практики, преданного служения, если мы эту практику совершаем правильно, находимся в постоянном общении с преданными, мы начинаем отчетливо видеть свое отличие от материального мира. Первоначально Дживе нужно преодолеть влечение к материальному миру. Кама, камень и протиштва. Первоначально эти сильнейшие препятствия необходимо преодолеть Дживе. И поэтому Джива, устремляясь к высшему, она также видит свою цель, высшую цель. И естественно, когда она устремляетсь к этой высшей цели, она видит также и низшее. То, от чего ей нужно отказаться. Поэтому в процессе «Арнагати» он описывается «Анукулесе санкуфакфортипольесе варджинам». Мы понимаем то, что нам следует делать, и также мы понимаем то, что нам не следует делать в процессе преданного служения. В связи с этим я вспомнил такой рассказ Зощенко. Зощенко описывает страдания человека, который купил лампочку. Он говорит, когда в моей квартире было темно, я не видел, что в моей квартире полный бардак. Но по несчастью, я где-то там на распродаже купил лампочку дешево, вкрутил и расстроился. Смотрю, мой полный бардак. Нужно убираться. И подобно этому, когда Джива обретает свет духовного знания, она обретает надежду, как лампочку из Зощенко, от высшего мира. Она также понимает, насколько глубоко ее падение, и в ней развиваются подлинные духовные качества, терпение, смирение, уважение ко всем окружающим и желание не требовать этого почтения взамен. Именно с этой целью, потому что, когда Джива остановит свое положение, ей, как в экологите говорится, перед ней освещается вся, все, подобно тому, как днем все освещается солнцем. И мы говорим о Магьяна Темирандусе, из тьмы невежества Гуру поднимает нас к свету. Он исцеляет наши слепые глаза. До этого мы были слепы, и нам казалось, что мы не видели своих низших качеств. Но Гуру исцеляет нас силой своей милости, огнем своей благодати. Он дарует нам правильное понимание вещей. Прежде всего, это сампанхоген. Первое, что мы получаем в духовной жизни, основу духовной жизни, это сампанхоген, то есть понимание своего правильного положения. И мы понимаем свое правильное положение. И чем больше и сильнее мы отдаем себе преданному положению, тем лучше мы понимаем свое правильное положение. А наше правильное положение это падшее положение. Чем острее мы создаем свое падшее положение, тем больше в нашем сердце смирение, и тем больше у нас надежды на милость. И тем меньше у нас самоуверенности. тем меньше он отбирается в своих собственных сил, в том, что мы сами чего-то достойны, что мы сами что-то знаем, сами чего-то стоим. И в таком настроении полного самопредания, полного самотрешения наше внутреннее естество, наше внутреннее Я, оно может правильно идти по пути шарнакоти, по пути самопредания. И поскольку Господь так иначе ищет своих заблудших слуг, Он хочет, чтобы... То есть Он делает определенные шаги, определенные жесты навстречу живому существу, которое хочет вернуться к нему. Поэтому из своей милости Господь в облике духовного учителя, прежде всего, Он показывает Дживе те препятствия, которые нужно пройти. Он освещает эти препятствия, и это достаточно полезный процесс. Первоначально Джива проходит через стадию анарх, и этот процесс может быть болезненным, и описывается разной стадии и этапы этого процесса в Писании. Но, с другой стороны, говорится, что путь Бхакти, он труден, он узок, с одной стороны, но он также сладостен. С усугком, карту Макрия. И то, и то, и другое. Немного более, но с другой стороны, мы чувствуем, что мы становимся здоровыми. И поэтому это чувство здоровья, оно приходит к нам. Сквозь боль, сквозь страдания, оно все равно приходит. Как говорят в калмыкии, хорошо спел. Только Махараш. Если бы мы не хотели избавиться от иллюзии, она бы не впустила нас. Но поскольку Кришна говорит, для тех, кто продается мне, я избавляю от иллюзий, я избавляю от мая. В мае человек изожидает себя с чувствами, с телом, с умом. Как в мае он думает, что с ним все в порядке. Но когда человек начинает избавляться от иллюзии, он начинает возносить самые сокрушенные молитвы. И поэтому, что для одних живых существ научится, а для других время пробуждения. Атеисты не могут понять чувства преданных. Они никогда не поймут, почему преданное так уничтожает себя. Зачем нужно быть смиренным? Зачем нужно такое самоотрицание? Для чего такие страдания? А можно на микрофон? Ни одного слова не разобрать, не слышно. Кто в честь, что вы не кажете? Все по милости. Это не материальный процесс. Махараш сказал, что постарайтесь более внимательно вслушиваться. Я знаю, что Махараш философ, у него не лекторский, не поставленный голос. Он говорит о очень важных вещах. И мы все знаем такой термин нашей православной традиции. Есть такой термин покаяние. Постоянно возникает вопрос, кто может пристиг к Богу? Ну, в садху бывает покаявшаяся душа. То есть не говорят там совершенная душа или очистившаяся душа. Процесс покаяния. Процесс покаяния, он с точки зрения Шихара, Мхараджа, происходит подлинно тогда, когда мы соприкасаемся с чем-то божественным. Когда мы видим, что ты великая, мы чувствуем, насколько мы малы. Но это не какое-то низменное чувство, когда мы начинаем видеть солнце. Да, мы восхищаемся солнцем, красотой океана. И вот когда человек достигает божественного, он действительно видит красоту божественного, она очаровывает его. Он естественным образом исписывает покаяние и испытывает смирение. Спасибо за субтитры.